Всем привет, ребятки! В этом ролике я вам покажу финку своего бизнеса за 5 миллиардов. Сегодня 15 число, а это означает, что прошел ровно месяц владения моим бизнесом. И сегодня я вам покажу, сколько я смог заработать за месяц, выскажу свое мнение по поводу этого бизнеса, расскажу про его плюсы, минусы там и так далее. Поэтому видосик будет интересный, ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Ну а в начале игры вам, наконец же, поможет мой промокод, вводите промокод Палканов на любом сервачке до 5 уровня, за нем получите 300 тысяч, вся информация есть в описании под видео. Я вам, наконец же, могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Ну что ж, ребятки, за моей спиной тот самый бизнес, за который я дал 5 миллиардов. Это СТО возле Анашана, либо СТО Кольцо, я не знаю, как его правильно называть. Это самая прибыльная СТО, которая, в принципе, только есть на проекте. И это один из самых топовых бизнесов, самый топовый, скорее всего, это Нотариус в городе Южный. А этот бизнес находится, я думаю, на втором месте по прибыли. И сегодня я вам покажу, в принципе, финку и расскажу, сколько этот бизнес принес мне за месяц. Я уже снимал про этот бизнес видео, когда его держал Америкос, я думаю, вы это прекрасно помните. Но я решил записать именно от своего лица, от владения мною этим бизнесом. То есть, какая финка, когда я владею этим бизнесом. И выскажу, в принципе, свое мнение по этому бизнесу. Ну что ж, ребятки, я не буду, как бы, затягивать. То есть, я вам сейчас все, как бы, покажу. Получается, СТО. Прибыль за сегодня, лям 400. Время 9 часов утра. В принципе, нормально, почти full склад. То есть, продукты мне возят постоянно. У меня постоянно full склад. То есть, даже в конце дня у меня full склад. То есть, у меня получается чистая финка. Хочу, кстати, обратить внимание, то, что у меня продукты стоят не по 75 закупка, а по 85. То есть, на 10 рублей больше, чем обычная закупка. Ну и цены стоят, получается, 15%. То есть, плюс 15% стоит в СТО. Итак, вот получается финансовая статистика за 30 дней. Хочу сказать вам сразу то, что началась школа, и финка очень сильно просела. То есть, по 11 миллионов, по 13 миллионов, по 18 миллионов. Но 18 миллионов, это у меня личный рекорд по финке. Как вы помните, Максим, когда держал, у него рекорд был, по-моему, 25 миллионов за день. У меня пока что рекорд 18 миллионов 700 тысяч рублей. То есть, вот эта неделька прям была очень хорошая. Там 9, 10, 11. То есть, вот 12 миллионов финка была. То есть, да, ребятки, началась учеба, как бы, и все. Финочка просела, конечно. Ну, не только у меня, как бы, во всех бизнесах финка просела, потому что, в основном, люди теперь играют вечером. И финка просто не успевает, как бы, набираться, чтобы была хорошая прям. Ну, если мы, в принципе, посчитаем всю финку за месяц, в итоге получается 220 миллионов мне этот бизнес принес за месяц. Я считаю то, что это очень даже неплохо. То есть, 220 миллионов. Я считаю то, что он может принести, как бы, и больше. Если будет обнова какая-то, если будут новые машины, то, возможно, этот бизнес принесет за месяц где-то 300 миллионов рублей. Я думаю, вы помните то, что я держал, получается, 100 в городе Арзамас. Я держал его полгода. И что я могу сказать? Допустим, там финка была в месяц где-то 100-150 миллионов. То есть, 150 миллионов, это, конечно, не всегда. Это, знаете, тоже надо, чтобы повезло, чтобы были хорошие дни, чтобы люди тюнились. А здесь, как бы, вы можете заметить то, что финка в обычный день, в принципе, тоже неплохая. Там от 4-х там до 9 миллионов. То есть, можно сказать то, что здесь финка выше, чем в Арзамасе, примерно на 100 миллионов. Стоит оно того или нет? Я думаю, да. То есть, допустим, Арзамас я продал за 3,3 миллиарда, а этот бизнес купил за 5 миллиардов. То есть, в принципе, я думаю, оно того стоит. Я не зря, как бы, потратил деньги на этот бизнес. Ну что ж, давайте поговорим в целом про мои впечатления об этом бизнесе. Когда изначально Максим его продал мне, финка была там довольно-таки плохая, потому что он там в бане был, продуктов не было. Короче, финка была крайне плохая. И мы даже с Максимом из-за этого немножко там посрались, поругались. Но потом, как бы, спустя время, я все-таки понял то, что финка здесь реально нормальная. Я, когда покупал бизнес, я даже финку не видел его за месяц. То есть, до этого, да, я финку видел, но, допустим, за последний месяц, когда Максим еще держал этот бизнес, я при покупке финку, блядь, не видел вообще. В целом, как бы, продукты я не вожу. Не, бывают такие дни, то, что, да, никто не возит. Были такие дни. Может быть, за месяц было 3 таких дня, когда мне приходилось самому возить продукты, либо кого-то просить. То есть, в целом, я финка, как бы, доволен. 200 миллионов, если он будет нести стабильно в месяц, это реально очень даже хорошо. Я не знаю, сколько несет нотариус в месяц, но в нотариусе там имба по продам. Там одна сделка, это один продукт. Там продуктов хватает спокойно полгода, даже больше. То есть, по факту, я держу топ-2 по прибыли бизнес. Я не ожидал то, что в этом году я вообще буду держать какой-то новый бизнес. То есть, у меня была источка в разумасе, я и был полностью доволен. Да, там финка была намного ниже, чем здесь. Но я не собирался, как бы, его продавать. Еще, ребятки, хотел бы затронуть такую тему, то, что, скорее всего, я единственный владелец СТО, Анашана, который, в принципе, показывал финку. Я не видел финку, допустим, на 05, на 04, на 03, на 01, тем более. На 01, мне кажется, если так посудить, то есть, если у меня 200 миллионов получается за месяц, то на 01, получается за месяц, я думаю, где-то 300-14 миллионов. То есть, вы сами можете так подумать, то есть, допустим, на 02, онлайн меньше, чем на 01, в 2 раза. То есть, ну и, соответственно, я думаю, там и прибыль больше в 2 раза. То есть, там где-то финка 300-400 миллионов в месяц получается. Чему я, короче, веду? То, что я думаю, то, что за такой контент, то, что я вам показываю финку, вы реально должны поставить лайк, ребятки, и подписаться на канал, потому что подобного вам, в принципе, никто не покажет, никакой ютубер, потому что владельцы СТО, они не показывают финку, особенно Анашан. Ну что ж, ребятки, вот такое получилось видео, я вам, в принципе, все рассказал, показал, не хочу затягивать, как бы... Да, ребятки, я заработал за месяц 220 миллионов, я считаю, это очень даже неплохо, и, возможно, мы заработаем и больше. То есть, в принципе, этот бизнес оккупаться мне будет, я так посчитал, примерно 2 года. То есть, через 2 года я отобью эти 5 миллиардов, я бизнесом доволен, меня, в принципе, все устраивает, финночка хорошая. Поэтому, ребятки, на этом я буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вся информация есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите, и начинайте играть вместе со мной. Всех обнял-приподнял, всем пока-пока.